Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Смотрите сегодня. Выше 4G. Правительство Республики и Мегафон подписали соглашение о внедрении новых технологий. Сезон охоты. В Чувашии начинается охота на дичь. Возвращение к истокам. В художественном музее работает выставка про скиви-ти. Глава Чувашии Михаил Игнатьев возглавил делегацию Республики на 4-м Ялтинском международном экономическом форуме, который будет проходить 3 дня с 19 по 21 апреля. Михаил Игнатьев примет участие в деловых мероприятиях форума. Также планируется широкое обсуждение хода реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018-2020 годы. Напомним, 15 февраля на полях Российского инвестиционного форума утвержден план мероприятий по реализации соглашения. Свои подписи под документом поставили глава Чувашии Михаил Игнатьев и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Результатом активного взаимодействия регионов является ежегодная положительная динамика товарооборота. Так, по итогам 2017 года он составил 385 миллионов рублей, что выше уровня 2016-го почти на 20%. Беспроводной интернет со скоростью выше 4G теперь перешел и в Чувашию. Речь идет о так называемом стандарте LTE Advanced. И эта новость не только для рядовых пользователей. Скорость этого стандарта позволит поднять на новый уровень телекоммуникационную инфраструктуру региона. Правительство Республики и компания Мегафон договорились о сотрудничестве в рамках развития цифровой экономики. Соглашение призвано объединить усилия представителей власти и телекоммуникационной компании по внедрению новых технологий в отрасли, связанных с хранением, передачей и обработкой данных. Если говорить о конкретных проектах, это в первую очередь ЖКХ, то есть это умные счетчики, которые в онлайне могут сообщать о энергопотреблении, водопотреблении и так далее, и так далее. Это телемедицина, здравоохранение, это умный транспорт, умные остановки. Реализация указанных проектов поможет повысить уровень жизни в нашей республике и улучшить инвестиционный климат, считают в правительстве. Три НДФЛ. До конца декларационной кампании осталось две недели. Более 55 тысяч деклараций в Чувашии уже сданы. Это на 700 больше, чем в прошлом году. Справка Три НДФЛ должна быть представлена, если в 2017 году гражданин продал квартиру, находящуюся в собственности менее трех лет, получил в дар дорогостоящие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход из источников за границей. Подать сведения о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, у которых есть адвокатские кабинеты и другие лица. На сегодняшний день 1997 декларации представлены, это свыше 1 миллиона. Если сравнить с датой 22 апреля 2017 года, у нас 94 декларации больше, которые свыше 1 миллиона. Это количество из 55 тысяч, 1997. Дальше говоря, уже от 1 до 10 миллионов у нас 1926. Декларации в диапазоне от 10 миллионов до 100 миллионов представили 23 налогоплательщика. Тех, кто получил доход от 100 до 500 миллионов, 4 физических лица. Свыше 500 миллионов – один человек. Время подачи декларации завершается 3 мая. Сведения о доходах можно представить не только в налоговой инспекции, но и в электронном виде в интернете на сайте налоговой службы через личный кабинет налогоплательщика. 21 апреля в Чувашии начинается сезон весенней охоты. Граждан просят соблюдать правила и обратить внимание на нюансы использования оружия. В период проведения чемпионата мира по футболу. Охотиться на уток, гусей, селезни и другую пернатую дичь можно будет с 21 по 30 апреля. При этом запрещено использовать плавсредства, самоловы, капканы и устройства, которые имитируют звуки птиц. Также запрещена у нас охота весенней сезона на рябчиков, лысуху, камышницу, на самок уток и тетеревов. Все эти ограничения установлены для сохранения и воспроизводства нашей пернатой дичи. С полным перечнем правил весенней охоты можно ознакомиться на сайте Дирекции по охране природного мира. Затем, как охотники их соблюдают, будут следить специалисты Минприроды Республики МВД и отдел Росгвардии. Это будут выездные проверки, они будут внеплановые. В прошлом году результаты у нас практически, я скажем так, довольно-таки существенные были. Нарушения они допускаются, как в части оборота оружия, так и в части незаконной охоты. Будем совместными усилиями работать. Практически все территории Республики будут охвачены рейдовыми мероприятиями. Кроме того, с 25 мая по 25 июля в связи с проведением чемпионата мира по футболу в 11 регионах страны будут действовать ограничения по обороту оружия. Это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Мордовия, Волгоградская, Ростовская, Светловская, Самарская, Калининградская, Нижегородская области и Краснодарский край. В случае нарушения запретов оружие будут изымать до окончания чемпионата. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне Чебоксарский комплексный центр социального обслуживания совместно с волонтерами Союза активной молодежи устроили благотворительную акцию. Они убираются в квартирах ветеранов. Алексей Табинов продолжит тему. Раисе Корышевой в феврале следующего года исполняется 95 лет. Она участник Великой Отечественной войны. Суровые боевые годы обеспечивала войска телефонной связью. Среди ее наград – медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «Орден Отечественной войны». Сегодня она очень растрогана помощью волонтеров. Для нее важно, что нынешнее поколение помнит о подвигах своих предков. Руки-то ничего у меня не могут. Я вон хотела там зашить, но ничего не получается. Очень хорошую работу они делают. Господи, я так мыло всегда убирала, но так не мыло, как они сейчас мыют у меня. Спасибо им. Это не временный прилив благодарности. Волонтеры регулярно устраивают благотворительные акции. Они не только помогают ветеранам, но и занимаются патриотическим воспитанием, а также проводят субботники. Анастасия Кутузова учится в университете на преподавателя и состоит в Союзе активной молодежи с начала его образования. Уже два года. Это уже не первый раз, когда мы посещаем ветеранов, им помогаем. Ведь самое главное для ветеранов – это не только помочь им убраться, в то же время им нужно просто уделить внимание, с ними пообщаться. Ветераны рады нас встретить. Они всегда делятся историями, рассказывают, какие были те дни военные. Всегда им необходимо, наверное, просто внимание. Анастасия и ее сверстники прекрасно понимают, что быть волонтером – это тяжелый труд, который требует любви к окружающим и к миру в целом. Но пока есть люди, нуждающиеся в их помощи и поддержке, они готовы посвятить себя этому благородному делу. Алексей Табинов, Андрей Шоклев, Республика. Садись, единица. В образовательных учреждениях Республики реализуется проект «Здоровое зрение». В десятках из них открылись пункты охраны зрения. О новых методах профилактики и лечения в нашем репортаже. Вот на таких ручейках ученики Чебоксарской первой школы тренируют зрение. Рядом аппарат-релаксатор. Он расслабляет мышцы глаза, уменьшает спазмы и предотвращает развитие близорукости. 10 минут на одном, 10 на другом. Федор Мысин занимается на этих тренажерах уже несколько дней. В первый раз, когда я сюда зашел, я увидела эту аппаратуру, мне очень понравилось. Но вот я думала, это как-то лечительно. Мне рассказали, что это просто так расслабление дает. У тебя глазки сейчас меньше устают? Это же филактики направлены? Да, нормально. Хорошо. Зрение тренируют пока только младшеклассники. Скоро к ним присоединятся и другие ребята. Такие пункты открылись в 27 школах Республики и в одном Чебоксарском детском саду. Пятилетняя Вика, одна из первых, протестировала новенькие тренажеры. Я, конечно, очень счастлива, что в нашем детском саду появилось такое оборудование, что позволит уже не стоять в очередях в больнице. Именно в детском саду можно сходить в медкабинет и уже проверить зрение моего ребенка. Мы очень рады, довольны. Слава Богу, на данный момент у моего ребенка нет проблем со зрением. Я надеюсь, и не будет. Эти аппараты просты в использовании. Для проведения процедуры не требуется специальное медобразование. Республиканская офтальмбольница – это та база и те кадры, которые будут курировать непосредственно данный процесс. У нас за каждым образовательным учреждением закреплен доктор, куратор, который всегда на связи, который всегда готов приехать, помочь, наладить работу, проконтролировать ее и, самое главное, собрать статистику. Пока же статистика неутешительна. По данным Минздрава Чувашии, близорукость – наиболее частое заболевание глаз у детей в возрасте до 18 лет. Наши дети, когда приходят в первые классы, проблемы со зрением где-то у 10-15%. Но к завершению, скажем так, учебного процесса, к 11 классу, половина или больше половины наших детей начинают страдать. Современная информационная технология, современная нагрузка. Они дают очень серьезную нагрузку на зрение. Мы сегодня пробуем и в перспективе мы хотим, чтобы в каждой школе присутствовали кабинеты охраны здоровья. Проект «Здоровое зрение» интегрирован в федеральную программу «Школьная медицина». Он уникален не только для республики, но и для страны в целом. Реализация проекта позволит вовремя начать лечение и не допустить развития болезни. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. Зеленый свет. Чебоксарские школьники проверили свои знания правил дорожного движения. Городская олимпиада прошла во дворце детского и юношеского творчества. Юлия Важенина подробнее. Уже с первого класса эти дети знают, как переходить дорогу, что означают дорожные знаки и для чего нужны яркие жилеты. На олимпиаде лучшие юные инспекторы движения из пяти столичных школ. Правила дорожного движения мы учили с января месяца. Я знаю правила, что нельзя переходить на красный свет, нельзя переходить не в положенном месте, надо переходить на зеленый. Когда едешь по дороге с велосипедом, через дорогу нельзя с велосипедом переходить. На 28-й по счету олимпиаде участники состязались в шести конкурсах. Знатоки правил дорожного движения «Лучший капитан, я не нарушаю ПДД». Соревновались и в фигурном вождении велосипедом. На конкурсе «Безопасное колесо» юным инспекторам нужно было проехать полосу препятствий. Как накладывается повязка при повреждении лба, для чего предназначен нашатырный спирт и как оказать первую медицинскую помощь. Все это участники демонстрировали на площадке оказания доврачебной помощи. Такие олимпиады очень полезны для юных участников дорожного движения. Об этом говорят и инспекторам, и статистикам. По итогам олимпиады три лучшие команды. Это учащиеся 50-й, 36-й и 54-й чебоксарских школ отправятся защищать честь столицы Чувашии на республиканском слете юных инспекторов движения. Он пройдет 10 мая. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. В Чувашии объявлены два номинанта на получение госпремии в области литературы и искусства. Это художник Праски Вити и писатель Анатолий Кибеч. Комиссия при главе республики начала знакомиться с работами номинантов. Возвращение к истокам. Так называется выставка Праски Вити, которая развернулась в Чувашском художественном музее. Здесь мастер собрал картины последних четырех лет. Это история народа в рисунках. Я хотел нарисовать еще не отжившие, не все забытое в народных традициях, как народ с родными собирается за ритуальным стволом, как поют, как танцуют, какую одежду носили. Потому что в те времена, когда эта цивилизация формировалась, не было у нас таких художников, которые могли это нарисовать. Для художника важно показать самобытность своего народа, его культуру, чтобы даже через десятки поколений по его картинам люди могли изучать историю Чувашского края. Праски Вити – это особый художник, он в своем стиле работает. Он не художник-реалист, который изображает, как сказать, жизнь в ее реальных формах. Он скорее у нас символист, метафорически показывает. Там очень много символов в его работах. Их надо читать, их надо смотреть, разглядывать и размышлять. Здесь новая тема у него совершенно появилась – это народы, близкие, родственные. Вместе с чувашскими женщинами на картинах можно встретить татарочку, марийскую девушку, мордовку. Среди символов – ноты, строчки из песен, мифологические образы. Выставка продлится до 24 апреля. Жители и гости республики могут оставить отзывы на сайте Минкультуры с пометкой «Госпремия» в поддержку художника Праски Вити. На этом я с вами прощаюсь. Далее вас ждет полезная информация. Оставайтесь с нами. В Чебоксарах появилось новое интересное место, где можно не только вкусно поесть, но и приятно провести время. В кафе «Хонара» каждый день ждут жителей и гостей столицы. Мы надеемся, что в этом предприятии всегда будет много гостей, много посетителей. И надеемся, что качество обслуживания и качество приготовленных блюд всегда будут вас удовлетворять. И вы все будете довольны. Руководству предприятия желаем успехов. В меню кафе «Хонара» большой выбор национальных блюд. Здесь можно попробовать ароматный суп с шурбе, угоститься чоготом и шартаном. Любители выпечки смогут по достоинству оценить пироги с разными начинками, в числе которых и любимое многими хупло. В уютном зале можно провести и большое торжество, и маленький семейный праздник. Зал рассчитан на 60 гостей. Кафе «Хонара» работает с 10 утра до 10 вечера.